Сегодня в выпуске прокурорские работники проводят общероссийский день приема граждан. Десногорская молодежь чтит память павших. День приема граждан в колонии-поселении номер 5. И в выставочном зале музея работает выставка художников Смоленщины. В соответствии с поручением президента Российской Федерации, с 12 декабря 2013 года в День Конституции ежегодно проводится Всероссийский день приема граждан. Сегодня с 12 до 20 часов прокурор города Десногорска находится на месте. Если у кого-то есть вопросы, обращения, значит можете приходить и обращаться в прокуратуру города. Прием сегодня осуществляется с 12 до 20 часов. Гражданину, который пришел на личный прием прокурору, необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность. Мы можем гражданина выслушать и устно, можем принять от него письменное обращение, если оно уже подготовлено. В прошлом году поступили два обращения от граждан, непосредственно компетенции органов прокуратуры они не касались и потому были перенаправлены в уполномоченные органы для рассмотрения. Чаще всего обращаются по вопросам соблюдения трудовых прав, иногда обращаются по вопросам жилищно-коммунальных услуг, бывает обращаются по вопросам соблюдения прав граждан в уголовном судопроизводстве. Третьего декабря в городском центре поддержки молодежных и детских общественных объединений состоялся литературный памятный вечер «Я в той войне остался», посвященный Дню Неизвестного Солдата. Русская история – это история военного подвига солдат, известных и неизвестных. Мы чтим погибших в Первой мировой войне, в самой кровавой Великой Отечественной войне. Мы помним исполнивших интернациональный долг за пределами нашей страны. Любое поле брания, пусть то поле Куликова, или Бородино, или Прохоровка, для русского солдата – просто родная земля. Ее нужно защищать и вставать в полный рост, чтобы идти в атаку и умирать в чистом поле, погибом России. В данном мероприятии приняли участие поисковые отряды «Десногорска», «Обелиск», «За Родину, Высота», а также военно-патриотические клубы города «Ангел» и «Стрела», организация студенческого актива ОСА. На празднике присутствовал председатель Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил, он же и руководитель поискового отряда «Высота» Игорь Владимирович Журавлев. Мы в 79-м году по решению нашего правительства, по решению нашего государства приняли участие в гражданской войне в Афганистане на стороне про-советски настроенного режима, скажем так. Афганистан, правительство Афганистана во главе Народной войской партии Афганистана делал 26 раз приглашения ввести войска на нашу территорию, потому что их очень сильно давили оппозиционные силы. И на 26-го раза, на 25 декабря 79-го года были введены войска на территорию Афганистана. Я был в оперативной группе, которая входила в Афганистан. Армия существует для того, чтобы защищать интересы государства. Нам приказали армии, мы туда вошли. Вошли практически без потерь. Воевали мы 9 лет. За 9 лет погибло 15 тысяч 51 человек. Это включая гости радио СССР, то есть гражданские, которые были военными корреспондентами. Потери по технике были очень тяжелые, потому что это была минно-подрывная война партизанская со стороны маржахетов. Если начало войны было просто попытка помочь нужному нам правительству, то буквально через два года она перешла в войну Советского Союза против мусульманского мира. Надо отметить, что организация вечера была на высоком уровне. Зал украшала фотовыставка о Великой Отечественной войне и о событиях Афганистана. На мониторе показывалась презентация, а ребята исполняли стихи и песни. Посмотрите, ребята, посмотрите, девчата, Валиклица, страны, вовля. Это валия, который будет вечно подразить, Это те, кто в основном усад. Тепло и уют царили в зале в этот вечер. Дружеские беседы велись за чашечкой чая. Можно было просто побеседовать о войне, о результатах поисковых экспедиций и поделиться интересными моментами походов. 4 декабря в колонии поселения номер 5, которое располагается неподалеку от города Десногорск, состоялся день приема граждан по личным вопросам. Напомним, подобные мероприятия проходят в подразделениях УФСИН России по Смоленской области в преддверии Всероссийского дня приема граждан. Мероприятия, которые проводятся в управлении, необходимы как спецконтингенту, так и личному составу. Об этом говорит то, что я в силу работы этой комиссии побывал во всех подразделениях. В основном спецконтингент обращается по вопросам, не связанным с отбытием наказания. То есть, кто интересует вопросы решения, которые в основном не зависят от службы. И личный состав, который решает тоже свои вопросы. Работа комиссии, что показывает уровень работы личного состава со спецконтингентом. Вот она говорит о том, что довольно квалифицированная помощь дается сотрудникам на местах. Почему? Потому что они в основном обращаются по вопросам, не связанным с отбытием наказания. И я считаю, что эту работу надо продолжать. В состав прибывшей комиссии вошли начальник управления, полковник внутренней службы Владимир Чувашов, руководство УФСИН России по Смоленской области, а также представители Смоленской областной прокуратуры. Аппарата, уполномоченного по правам человека в Смоленской области и Общественного совета при УФСИН России по Смоленской области. Перед приемом представители общественности и прокуратуры ознакомились с деятельностью учреждения, пообщались с осужденными на местах их работы. В исправительной колонии номер 5 вопросов с членом комиссии поступило не очень много. В основном осужденных интересовали условия проживания с семьей за пределами колонии, оказание медицинских услуг, оплата коммунальных. А одна женщина обратилась с просьбой помочь ей устроиться на свободе после освобождения. Ее срок вот-вот закончится, а дом, в котором она жила раньше, сгорел. Ответ на просьбу последовал незамедлительно. На сегодняшний день Смолена Александровна уже знает, куда обратиться и какие денежные средства она может получить. То есть это департамент социальной защиты областной по улице Бертиона. Есть возможность получить денежные средства по человеку, оказавшись в тяжелой жизненной ситуации. Вот там сумма порядка до 20 тысяч рублей. Второй вопрос – это компенсация потерпевшим от пожара. Там сумма до 200 тысяч. Но единственный момент, если я правильно помню, если не помню, вы не поправьте, у вас права собственности срочи на одну пятую. Да? В грешном жилье. То есть, видимо, пропорционально. Значит, администрация областная этот вопрос решала. В департаменте деньги зарезервированы с учетом того, что вы подали их в датайство в ГУДО. И, насколько я знаю, 9-го числа будет сегодня суток. То есть, до Нового года вы освободитесь. Дай Бог, чтобы именно так все сошлось. Значит, что касаемо жилья. В руках я держу ответ. Потому что по той информации, которую администрация предоставила, это администрация новосельского сельского поселения. Нас сообщает, что по состоянию 27-го и 11-го на территории новосельского поселения имеется свободное жилье из маневренного фонда. Указано на улице Верховья, улица Поселковая, дом 7, квартира 7. То есть, по прибытию они готовы вас принять и предоставить это шли. Сотрудников системы исполнения наказания волнует в основном медицинское обслуживание. В ходе личного приема они получили на них ответы. Смоленский союз художников России оставил богатое наследие в фондах Десногорского историко-краеведческого музея. 28 ноября открылась выставка двух пока малоизвестных в нашем городе художников Смоленщины. Вячеслава Георгиевича Королькова и Евгения Дмитриевича Дроздова. Я прошла буквально перед открытием, посмотрела работы. Честно, вот то, что вы показали и как вы показали, конечно, это вызывает восхищение. Оно вдохновляет, как-то любит душу. Красивые очень работы, замечательные. И очень мы рады, что именно в нашем выставочном зале вы свои работы выставили. Мы вас благодарим за то, что вы все-таки нашли время, нашли возможность предоставить эти замечательные работы, чтобы наши и дети художественной школы и наши жители Десногорска посмотрели эти замечательные картины. На официальном открытии выставки присутствовал только член Союза художников России Вячеслав Корольков. На его полотнах различных творческих периодов мазки яркие, крупные, полные сочности и тепла. Картины мастера обладают удивительной красотой. Это мероприятие очень важное для нас, поскольку я считаю, что работы художника, они не должны стоять где-то в темном подвале у стен, они должны висеть на стенах, приносить какую-то радость людям. И если у вас остались такие хорошие впечатления от этого, то мы очень рады. Все эти работы, которые представлены здесь на выставках, в основном они выполнены на пленэрах, с натуры. На открывшейся выставке представлено и более 20 картин еще одного смоленского художника, заслуженного художника России Евгения Дроздова. В основном это пейзажи и натюрморты. На творчество Евгения Дмитриевича необходимо настроиться, так как его краткие фактурные мазки передают не только привлекательную гармонию, но и эмоциональное ощущение. Посмотреть картины, представленные на выставке, можно до 25 декабря. У любителей живописи есть возможность не только полюбоваться прекрасными полотнами земляков, но и приобрести понравившиеся. Ряд картин смоленские художники выставили на продажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова